Цитата Томаса Зурбухина, бывшего научного директора НАСА о запуске JWST «Джеймс Уэбб знаменует собой начало новой эры в астрономии. Уэбб расширит и проверит нашу космологию, наше понимание планет и происхождение жизни. То, что начиналось с надежды, превратилось в фиаско. Джеймс Уэбб ученых, усугубится ли теперь кризис? Или новое открытие телескопа Джеймса Уэбб положит конец дебатам в физике? Дискуссия о старых теориях и о том, кто прав, а кто виноват, действительно могут подойти к временному концу. Но что именно это означает? Действительно ли ученые разгадали тайны, связанные с невозможными открытиями Джеймса Уэбб, или нас просто задерживают хлипкими объяснениями? Предполагалось, что Джеймс Уэб принесет решение, но вместо этого проект стоимостью 11 миллиардов долларов вверг космологию в серьезный кризис. Все области естествознания, связанные с космосом, в настоящее время переживают потрясение, подобное тому, которое мы в последний раз наблюдали в средние века с переходом к гелиоцентрической картине мира. Теперь, возможно, нам придется признать, что основы современной физики также несовершенны, и что мы и близко не подошли к пониманию того, что на самом деле представляет собой космос. Но как такое возможно? Современная астрофизика, то есть наука о физических величинах и взаимосвязях в космосе, основывается на базовых правилах физики, которые, по сути, восходят к исследователям античности, средневековья и, в частности, к Сэру Исаку Ньютону. Первые наблюдения в области механики и динамики были сделаны еще в античности. Количество и силы были впервые описаны, а позже Ньютон открыл гравитацию, которая так важна для астрофизики. На этих основах мы построили наше научное наблюдение за Вселенной. Мы перенесли величины и силы, которые были действительны и наблюдаемы на Земле во Вселенную, и это дало некоторые последовательные результаты. Но затем пространство, которое мы можем видеть, становилось все больше и больше, и в какой-то момент наши известные величины перестали подходить для описания того, что мы видим. Этот кризис начался с того, что различные методы измерения возраста и скорости расширения Вселенной привели к противоречивым результатам. Локальные измерения, основанные на астрономических объектах внутри Вселенной, дают иные значения, чем измерения ранней Вселенной, основанные на космическом микроволновом фоновом излучении. Мы знаем этот диссонанс как напряжение Хаббла, в то время как постоянная Хаббла указывает на скорость расширения Вселенной. Летом 2022 года Джеймс Уэбб обнаружил в космосе так много старых и высокоразвитых галактик, что возникли сомнения в том, как был определен возраст Вселенной. Нашему космосу вряд ли может быть 13,8 миллиарда лет, если благодаря Уэбу мы видим галактики, которые были хорошо развиты уже через 200 миллионов лет после Большого взрыва. Согласно расчетам нашей физики, галактикам нужны миллиарды лет, чтобы вырасти. В случае с галактиками, обнаруженными Уэббом, это даже означает, что время их формирования было до Большого взрыва. Наша старая космология, согласно которой Вселенная началась с Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад, с тех пор расширяется и претерпевает медленный процесс эволюции материи и не может быть верной. Мы находимся на перепутье. Либо мы совершаем ошибку, считая, что наша земная физика может быть применена ко всей Вселенной. Либо мы пока расшифровали лишь малую часть физики, которая действительно существует. Древний ученый Гермес Тресмегистос однажды сказал, как в малом, так и в великом. Согласно этому высказыванию, вся физика, существующая в космосе, должна быть обнаружена и на Земле. Но, возможно, мы не замечали на нашей планете сил и измерений, которые теперь замечаем в космосе. Уэб бьет все рекорды. Это фантастика. Этот телескоп способен улавливать очень слабые световые сигналы. 18 сотовидных зеркал Уэба без труда улавливают свет, прошедший сквозь пространство и время за более чем 13 миллиардов лет. Благодаря специальному методу экспозиции эти слабые следы света впервые становятся видимыми. Благодаря новой революционной технологии летом 2022 года мы впервые увидели свет самых далеких галактик, образовавшихся вскоре после большого взрыва. Эти галактики стали сенсацией и в то же время горьким разочарованием. Вместо галактик-младенцев Уэб показывает прекрасно развитые галактики, которым, судя по всему, несколько миллиардов лет. Но при возрасте в 13,5 или 13,6 миллиарда лет такого быть не может. В наши дни ученые иногда говорят, что объекты на снимках невозможны или нереальны. Но Уэб может показать нам только правду. Теперь наука должна признать, что она, вероятно, была на неверном пути более века. Примерно столько лет нашей стандартной космологической модели. То, что мы здесь видим, реально. Уэб работает идеально, просто большая часть нашей науки все еще не может смириться с новыми истинами. Некоторые старые традиционалисты, не желающие смотреть новым истинам в лицо, яростно выступают против окончания большого взрыва или идеи расширения. В средние века также потребовалось много лет, прежде чем церковь наконец согласилась признать, что Земля не является центром вселенной, несмотря на то, что астрономы по всей Европе неожиданно собрали массу доказательств. Так что мало что изменилось, и хотя сегодня мы считаем себя гораздо более современными, у нас похожий сценарий. Исследователи, провозгласившие что-то новое, уже не попадают в тюрьму, как Галилео Галилей, но ссоры между исследователями и враждебное отношение к новому остаются. Представьте, что вы всю жизнь занимались исследованиями и твердо верили в вас что-то, а потом вдруг увидели изображение или другую сторону реальности, которая рассказывает другую историю. Возможно, поначалу ваш разум также восстанет против этого, и пройдет немало времени, прежде чем вы сможете принять новую истину. Как и везде, есть те, кто быстрее адаптируется, и те, кому требуется больше времени. Многие открытые молодые ученые с энтузиазмом относятся к открытиям Уэбба. Рохан Найду, первооткрыватель галактики GLASS Z11, и Стивен Финкельштейн, открывший галактику Мэйси, принадлежат к этому поколению непредубежденных исследователей. Они непредвзято смотрят на снимки Уэбба и изучают их с первого момента публикации. Оба астронома неоднократно подчеркивали в интервью, что мы просто не можем знать, что произойдет в астрофизике в данный момент. Нужно дождаться результатов дальнейших измерений, исследований и, конечно, последних снимков Уэбба. Виноват ли Хаббл? Давайте посмотрим на этот провал. Один из величайших споров в современной космологии касается постоянной Хаббла. Это скорость, с которой Вселенная предположительно расширяется. В 1920-х годах астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что далекие галактики удаляются от нас. Из этого он сделал вывод, что Вселенная расширяется. Позже эта идея была расширена, и бельгийский астроном Леметр предположил, что это расширение произошло из одной точки — Большого взрыва. Сегодня мы уже знаем, что движение галактик можно объяснить и по-другому, и эти подходы также дают целостную картину в целом. Однако долгое время они игнорировались, поскольку старые теории считались более вероятными. Но чем больше мы видим Вселенную, тем больше несоответствий возникает. Это началось не только с Уэбба. Еще 20 лет назад в космосе были обнаружены области, где расширение вело себя по-разному. Казалось, что эти регионы иногда быстрее, а иногда медленнее, возможно, более плотные или более пустые. Это привело к предположениям, что могло быть несколько начальных точек, или что наша Вселенная даже постоянно подпитывается из нескольких источников, которые не обязательно должны были начаться в одно и то же время или вообще. Снова появились альтернативные идеи о форме, природе и возрасте Вселенной. Но исследователи продолжали придерживаться старых теорий Большого взрыва и расширения. Возможно, это было ошибкой. Мы уже вкратце познакомились с напряжением Хаббла. Вкратце оно показывает явные различия в измерениях расстояний во Вселенной в зависимости от того, какие фиксированные точки мы используем в качестве констант измерения. Теперь ученые надеются, что телескоп Уэбб в ходе своей миссии сможет устранить это противоречие, проведя точные измерения расстояния и красных смещений галактик. Это может исправить ошибки в предыдущих методах измерений и проложить путь к новой передовой физике. В конце концов, все исследователи сделали все возможное, чтобы найти объяснения и теории и продвинули человечество в познании космоса. Поэтому нам не стоит рассуждать о чувстве вины, а лучше смотреть в будущее и радоваться каждому новому открытию, даже если поначалу оно кажется непривычным или даже шокирующим. Новая теория и альтернативные объяснения находятся на подъеме. Возможно, мы находимся в захватывающем начале новой науки. Новые исследования этих древнейших точек света могут показать нам, являются ли они аккреционными дисками или струями сверхмассивных черных дыр и что находится в их окрестностях. Тогда нам придется пересмотреть нашу космологию и выяснить, не играли ли черные дыры гораздо более важную роль в открытии Вселенной, чем считалось ранее. Одна из теорий, указывающих на это, принадлежит британскому ученому Роджеру Пенроузу, который считает, что Вселенная постоянно воссоздает себя в циклах и что черные дыры могут каким-то образом пережить такие переходы, будучи гигантскими хранилищами информации. Пенроуз опубликовал эту теорию задолго до запуска Уэбба. Но несмотря на то, что британец является известным исследователем, его работа не была принята. Теперь ситуация меняется. Миссия Уэбба только началась. У нас уже есть второй глубокий снимок и открытие очень старой структуры, которая настолько велика, что не вписывается в рамки молодой Вселенной. Эти доказательства растут. Нам еще предстоит подождать и посмотреть, что покажут новые изображения с Уэбба. Телескоп не только исследует молодой космос, но и работает круглосуточно, чтобы дополнить наши знания об экзопланетах, открыть новые миры, пролить новый свет на нашу собственную Солнечную систему и получить беспрецедентно подробные изображения самых массивных и красивых структур в космосе. Каждое из этих наблюдений во Вселенной в конечном счете является кусочком головоломки, завершающим общую картину. Даже данные измерений на экзопланетах могут расширить наше внимание к общей картине и дать важные подсказки о неизвестных силах, аномалиях или ранее неизвестных явлениях. Должно существовать что-то вроде базовой матрицы, и наши ученые ищут ее размеры, числа и структуры. Благодаря Уэбу началась революция, которая пока еще вызывает волнение и жаркие дискуссии. Но мы можем справедливо надеяться, что кризис немного приблизит нас к истине. Нажмите на кнопку подписки прямо сейчас, впереди еще много интересных видео.